Друзья, всем привет! Сегодня достаточно актуальная тема для должников, звучит она так. Когда микрофинансовые компании подают в суд на должников, при какой сумме долга и через какое время МФО подает в суд? Почти каждый должник, кто брал в долг в МФО, сталкивался с тем, что со стороны микрофинансовых компаний были какие-либо угрозы. Это могли быть угрозы коллекторами или мифическими выездными группами, а также угрозами о том, что микрофинансовые компании подадут на вас в суд или опишут, изымут ваше имущество. Я должен заметить, что такое зачастую бывает даже в первые дни просрочек. Я уже говорил, что это на 100% бред и микрофинансовые организации используют такие запугивания только как инструмент психологического воздействия на должника с целью запугать и в кратчайшие сроки выбить с должника деньги. На самом деле, правда состоит в том, что микрофинансовые организации сами не любят судебные разбирательства. Они не торопятся подавать в суд на должника. Почему? Все очень просто. Они выжидают, пока накапывают дикие проценты за неуплату основного долга, после чего они втихушку получат судебный приказ, чтобы должник об этом не узнал и не успел отменить этот судебный приказ. Теперь, что касается сроков. По нашим данным, на 2021 год это от 8 до 12 месяцев, начиная с первого дня просрочки. Друзья, что касается суммы долга. Сумма долга вообще никак не влияет на то, подаст ли на вас микрофинансовая организация в суд и на то, когда именно она это сделает. Ну, например, компания Zymer, MoneyMan, они обращаются в суд, когда сумма долга вообще составляет даже 1000 рублей. В заключение я хотел бы сказать, что все эти угрозы микрофинансовых компаний о выездных группах, о коллекторах, это все чушь собачья. Никто и ничего вам не сделает, не надо бояться, никто не приедет и не заберет у вас ваше имущество просто так. Дело в том, что на практике дело обстоит немного иначе. Они способны лишь на мелкие пакости. Знаете, вот, например, написать в подъезде, что Иван Иванов из 11-й квартиры должен нам денег. Или написать вашим друзьям в социальных сетях о том, что тот же Иван Иванов условный не отдает нам деньги и тем самым психологически воздействует на должника. Но на какие-то серьезные шаги они не способны. Подводя итог, я хочу сказать следующее. Самый лучший вариант это вообще не связываться с микрофинансовыми организациями. Но, к сожалению, как показывает практика, не у всех людей это получается. И раз уж вы уже имеете долг в микрофинансовой компании, первое, что я хочу сказать, это не надо бояться их каких-то противозаконных действий, тем более законных. Если у вас уже возникла такая финансовая ситуация, когда вы должны в микрофинансовой компании, а может быть еще и в банке, и ваша сумма долга уже составляет более 250 тысяч рублей, вы всегда можете воспользоваться своим законным правом, воспользоваться федеральным законом 127 и списать полностью свои долги на законных основаниях. А я напомню, что мы как раз занимаемся списанием долгов через процедуру банкротства граждан, и с 2015 года мы работаем в этом направлении. С этого момента мы не проиграли ни одного дела, то есть всем нашим клиентам были списаны долги полностью. Работаем мы с оплатой за результат, и всем нашим клиентам мы предоставляем рассрочку на срок до двух лет. Друзья, я уверен, что у вас еще будут вопросы, и задавайте, пожалуйста, их в комментариях, не стесняйтесь, я лично буду каждому отвечать. И если материал был полезен, пожалуйста, ставьте лайк, а также обязательно подписывайтесь на наш канал, здесь всегда только полезный материал. До встречи!